Пострадавшие во время взрыва бытового газа в Коврове идут на поправку. Об этом сегодня заявил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв. Напомним, ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Зойко-Смодемьянской в ночь с 29 на 30 июня. От взрыва и последовавшего за ним пожара погиб один человек, и пострадали еще 11. Среди них были жители дома, полицейские и сотрудники поисково-спасательного отряда. Девять человек тогда госпитализировали в центральную городскую больницу Коврова. Как отметили в облздраве, сейчас жизни этих пациентов ничего не угрожает. Более того, большинство из них уже выписались из больницы. Из них на сегодняшний момент трое остается под наблюдением. Один со средним, с тетьми тяжести, значит, и двое с удовлетворительным состоянием. За вчерашний день троих выписали на амбулаторное наблюдение. Еще двое пострадавших находятся сейчас на лечении в Приволжском исследовательском медуниверситете. Один из них – 47-летний, виновник трагического происшествия. По данным следствия, мужчина, который недавно выписался из специализированной клиники, вырвал шланги, подсоединенные к плите и к газовому водонагревателю. Его состояние наиболее тяжелое, но сейчас мужчина пребывает в сознании. Вместе с ним в Нижнем Новгороде лечится 75-летняя пенсионерка, которая проживала в соседней квартире и тоже сильно пострадала от взрыва и пожара. Одна пациентка, она находится в тяжелом состоянии. В основном тяжесть ее обусловлена сегодня теми сопутствующими заболеваниями, но у нас есть уверенность в том, что угрозы жизни ей нет. Что касается пострадавшего, который имеет наиболее число процентов ожогов, до 80%, в том числе глубокие ожогы, то здесь, безусловно, предстоит тяжелая работа, потому что состояние расценивается как крайняя степень тяжести. Продолжение следует...